Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа». Итак, начинаем. Герард Терборх. Голландская школа «Концерт». Герард Терборх – один из наилучших голландских живописцев так называемого элегантного жанра. Изобразители интимного быта, хорошего общества. Сцен с немногими действующими лицами, происходящих в комнатах среди обстановки, свидетельствующие о благосостоянии этих обитателей. В наше время, когда в каждой картине ценят прежде всего искусственную передачу и освещение, слава Терборха несколько затмилась. И публика, в особенности художники, предпочитает ему вандермера Дельфского и Питера де Гоха. Однако, едва ли так будет всегда. Терборх отличается такими выдающимися качествами, настолько выше других современных ему жанристов, в отношении одинакового совершенства всех своих картин и разнообразия мотивов. Что нынешнюю его оценку нельзя признать справедливой. И имя этого художника всегда будет стоять в ряду имен самых замечательных представителей искусства. По изящности красок, по гармоничности колорита, по мастерству моделировки и деликатности исполнения никто не может быть сравним с Терборхом. Блестящим подтверждением сказанного служит картина Берлинской галереи «Концерт», поиспроведенная в нашем издании. Мотив и окраинности прост. Собственно, это только законченный этюд, даже не особенно строго обдуманный. Молодую даму, играющую на виолончели, мы видим только со спины, в той случайной позе, в которой застал ее художник, когда принялся за этот этюд. Другая фигура, девушка, за клавесином, написана как бы из головы, только для того, чтобы из этюда вышла картина. Собственно говоря, этой особе нет достаточного места между стеной и клавесином. Ее отношение к главной фигуре и комнате не совсем удачно, да и в перспективном отношении комната нарисована неверно. Но стоя перед картиной, всех этих недостатков почти не замечаешь. Дама, обращенная к нам спиною, одета в такие восхитительные материи, переданы с неподражаемым совершенством. Колорит так свеж, блестяще гармоничен, волосы и тело написаны так натурально, что по ним угадываешь миловидность лица и привлекательность всей наружности молодой музыкантши. Она сидит перед нами, будто живая. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства». Картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотографюрах Бодей Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok